Жильцы дома номер 2 по улице Шестернина в коммунальную справедливость не верят. Уже больше 20 лет они стараются решить проблему с протечками крыши. Как только наступает весна, вода стекает на несколько этажей вниз. Жить без обоев здесь привыкли давно. Вода потекла по люстре и начали взрываться лампочки. Мы даже боялись включать свет, боялись короткого замыкания. Жизнь Надежды Николаевны проходит не только в страхе, но и в борьбе с управляющей компанией. Женщина за годы бесцельных мытарств руки не опустила. В ее папке целая коллекция обращений, актов и ответов властных лиц. В 2011 году был произведен текущий ремонт кровли. Заменены 4 листа шифера, произведена герметизация примыканий. И вроде бы мы успокоились, что все, течь перестала, сделали ремонт. Все было беленько, чистенько. И буквально на 4 месяца в апреле начал таять снег и опять потекло ручьем. Вместе с водой текли сквозь пальцы и деньги, потраченные на ремонт. Пятый этаж – беда для всех жильцов. Только в этом доме беда уж больно масштабная. Строению больше 80 лет. Когда производился капремонт и был ли он вообще, не помнят даже старожилы. Соседи Власовых надеются квартиру продать. Они устали жить в постоянном запахе гнили. У них на стенах огромные трещины. Обои к поверхности приклеить невозможно. Жильцы шутят, что так не живут даже в гетто. Каждую весну это все тает. То есть там что-то нарушение какой-то технологических нормативов. Потому что каждую весну мы лазим на крышу и начинаем упорно взбивать этот лед, который, собственно говоря, провоцирует промочки. Устранить нарушение и отремонтировать крышу жильцам не по карману. Даже если принять дополнительные тарифы. Вопрос миллионный. Крыша – не единственная беда. Подъезд в доме, как после бомбежки. Балконы в аварийном состоянии. У меня есть линия обещания. Все говорят, три года ждут. Но у нас уже на четвертый день сядут пошел. А это ждем, чего ждем, не знаю. В управляющей компании нас уведомили, что в 2011 году собрание собственников жилья не состоялось. Значит, в программу с федеральным финансированием капремонта войти не удалось. Текущий ремонт управляйка сделает. А капитальный теперь – время жителей. Те не согласны, собираются писать в прокуратуру. Борьба за быт и уют продолжается. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.